Доброго дня, сейчас расскажу про собаку Милку, которая к нам поступила, она была уже на поздних сроках беременности, но это не самый страшный момент в ее жизни, на самом деле во время диагностики было выявлено отсутствие глубокой болевой чувствительности на тазовых конечностях, причем на бухганечностях, это говорило о том, что есть какое-то поражение в области позвоночного столба. При диагностике в виде рентгенографии нашли очаг в грудном отделе именно перелома, причем хорошего перелома со смещением, о чем это говорит, это была физическая травма у животного, вот, второй момент на рентгенографии очень хорошо визуализируется пуля от пневматического оружия, то есть мы видим по собаке еще и стреляли, то есть здесь явно приложена рука человека, ну как всегда, то есть ничего нового. Вот, сама пулька лежит ниже места перелома, ну, что хорошо, что она особого воздействия на позвоночный столб мало может оказать, ну, ничего хорошего от нее все равно нет, но доставать смысла никакого нет по той причине, что мы не знаем, сколько она там находится, она может быть еще очень давно там лежит и вопрос в том, что из-за объемной фиброзной ткани, которая образует организм в ходе защиты от свинца, который содержится в пульке, она создает капсулу и можно повредить ближайшие корешки нервов, то есть это какое-то нецелесообразно. Второй момент, что собака, к сожалению, останется спинальницей, но, если так можно сказать, в ее случае есть плюсы. Плюсы связаны с тем, что повреждение самого спинного мозга, да, то есть имя перелом позвоночника находится выше отделов, отвечающих за иннервацию мочевого пузыря и толстого отдела кишечника. В этом есть плюсы, то есть, понятное дело, что повреждение спинного мозга влечет к ненормальной иннервации нижнежлежащих органов, но у нас есть бонус в плане того, что животное, как минимум, инфекцию производит самостоятельно, это огромный плюс, по той причине, что животное не нужно отдавливать по поводу кала. Второй момент, с мочевым пузырем, здесь все-таки врачи мануально помогают ей отдавливать мочевой, когда-то она может самостоятельно садить в туалет, когда-то ей отдавливают, потому что нельзя перенаполнять мочевой пузырь у спинальников, это может приводить к инфекциям. Опять же, у СУК с этим попроще, у них достаточно широкая уретра и выходит все достаточно хорошо, и при переподонаполнении мочевой почти полностью опорожняется. Сейчас у нее занимается нефролог, потом вопросом, что нам нужно полностью отдифференцировать, нет ли никакой инфекции, и дать дальнейшие рекомендации по содержанию данного пациента. Второй момент, после уже всей диагностики, консервативной терапии, которая необходима собаке была, ей провели стерилизацию, и стерилизацию практически провели в этот же день, по той причине, что собака уже была на глубоких сроках, та же самая беременность достаточно сильно осложняет ее все процессы, и те же самые щенки, которые она могла произвести на свет, давайте так скажем, они сильно бы пошатали бы ее организм за счет того, что их все-таки нужно кормить, а кормить – это значит вымывание кальция из костей, из организма. Еще нам и клампси, то есть, там не хватало, если животным, если их там вдруг оказалось бы 12, они бы высосали всю собаку, опять же, грубо говоря. Второй момент, если говорить, ну, стерилизация достаточно хорошо прошла, недолго убрали матку, никаких особых повреждений внутренних органов при ревизии брюшной полости не было обнаружено, на данный момент собака находится в стационаре на поддерживающей терапии, и пока на данный момент проходит диагностику нефролога. По окончанию диагностики, с Натальей обговорили изначально вопрос по поводу коляски, сейчас сняли с нее промеры, будем сейчас смотреть, какую коляску для нее, так как собака уже взрослая, будем выбирать коляску, но пожизненное ее содержание в этой коляске, вот, собака достаточно общительная, активная, не агрессивная, тоже любит очень достаточно сильно ласку, вот, так что, в принципе, собачка достаточно контактная, это уже опять же бонус в плане дальнейшей ее жизни. Ну, как бы, по поводу Милки, наверное, на данный момент все, спасибо за внимание, здоровья вам и вашим питомцам. Добрый день всем, добрые зрители, доброго канала, с вами волонтер бездомных животных, приюты твори, добро, Наталья. Вчера я ездила в клинику в городе Рязани, проведала наших пациентов, сейчас там у нас находятся Локи, Гриша после операционной, Максим, ждем гистологию, и Милка, Милки были сделаны замеры на коляску и заказана коляска. Я уже, моя такая большая дружная семья, я уже, если честно, собак не тяну, я собак не тяну, финансов катастрофически нету, на карте ровно 9 тысяч. В клинике у нас на остатке 4 тысячи с копейками. И еще надо собрать Милки на коляску и будет еще, конечно, ролик Максимки на операцию. На операцию мы, к сожалению, собрали очень мало финансовых средств, почему-то люди меня не услышали, но это будет все в следующих роликах, сейчас я обращаюсь именно к вам, моя такая большая дружная семья. Все у всех замечательно, собачки лечатся, постепенно находим семьи, очень много выбрано собачек моими подписчиками из Германии, но, к сожалению, пока пытаемся найти пути, как переправить собаку в Германию. Поэтому то, что мы спасли и помогли в лечении этих замечательных собак, это очень большой бонус, потому что многие собачки из клиники поедут именно за границу в Германию. Сейчас я обращаюсь к вам, моя такая большая дружная семья. Нам срочно надо собрать деньги и на клинику, на оплату содержания собак и на коляску мелкие. Любая ваша помощь, любые ваши финансы помогут и дальше находиться ребятам в стационаре и мелочке обрести теперь уже на постоянной основе коляску. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта творить добро, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok